Вы мне сейчас сообщите проблему свою, и потом мы с вами обсудим. На связи с консультантом мама-подростка. Сейчас ребёнок бурно переживает кризис переходного возраста. Как в этот момент вести себя родителям, чтобы пройти этот период без тяжёлых последствий, помогут разобраться консультанты Центра про детей. Когда он начинает курить, это явно родители очень волнуют. Уже первый звоночек такой. Также, конечно, компании всеразличные, куда попадает под влияние подросток, начинают грубить, неадекватно воспринимать ситуации, слова родителей. На просьбы отуткаются не всегда. Ну и зависимость, конечно, компьютерная, что очень много и часто волнует родителей. И они, конечно, с этим проблемами приходят. Консультационный центр в республике появился два года назад. Институт развития образования выиграл грант федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей». За помощью и советами сюда уже обратились тысячи родителей со всей Удмуртии. К нам родители приходят чаще всего с вопросами адаптации к детскому саду. Кроме того, вопросы речевого развития волнуют, конечно. Вопросы взаимодействия педагога с детьми в детском саду волнуют родителей. Ну и, конечно же, это взаимоотношения в семье, мама с ребёнком, как воспитывает папа и мама, согласны ли с воспитанием папы. Бесплатные консультации проводят психологи, учителя, воспитатели, дефектологи, логопеды, социальные педагоги и другие специалисты. Это может быть очная встреча, а можно записаться и на онлайн-консультацию. Практически все муниципалитеты имеют наши филиалы. То есть эта консультационная площадка расположена территориально, приближена к получателям услуг. И даже, например, проживая в Ярском районе, родитель может обратиться в наш центр под нашим логотипом «Про детей», потому что там есть площадка, которая имеет специалистов и оказывает такие же услуги. Обратиться за консультацией можно неоднократно. В некоторых случаях эксперты сами назначат повторную встречу. Альбина Валикжанина, Юрий Зелененький. Новости.